а здрасте друзья всем привет улей у нас продолжается наша карьера моя команда формула 1 и сегодня у нас на обзоре прошедший на прошлой неделе гран-при франции трасса просто мечта эпилептика которую я в очередной раз как и многие другие трассы да такие часто попадаются но в общем то это одна из тех которые я прям не люблю и соответственно давайте посмотрим как прошел наш гран-при соответственно частичка менеджмента после прошлого этапа у нас теперь команда стала десятого уровня соответственно открылась еще одна ячейка спонсора и соответственно мы выбирали себе спонсора самый топовый спонсор предлагал кучу денег и требовал от нас проехать 100 кругов на команду за один гран-при 100 кругов на двоих соответственно мы его и выбрали также у нас пилот наш то бишь я прокачался до восьмого левела и соответственно стали доступны нам дополнительные перки которые покупаются за деньги и соответственно все их я решил тоже себе купить также на этот этап мы ждали новое обновление по ира ясу статоры и она зафейлилась мы соответственно заказали его вновь приедет через две недели и уже сто процентов приедет но еще были у нас ресурсы до этого мы заказали себе обновление по аэродинамике так что погнали в бой по прогнозу нам обещали две сухие практики пятничную практику в ливень и квалификацию и гонку соответственно в хорошую прям очень хорошую погоду солнышко все дела короче очень все хорошо очень перспективно начало этого уикенда кстати было хорошенько так омрачен и но тем что у меня не работал руль он почему-то был повернут на 15 единиц на 15 процентов право все время никак не калибровался какая-то непонятная обратная связь была и в общем-то добрых полчаса мы пытались эту проблему решить потому что вроде на калибровке все было нормально драйвер смотрели всю эту софт весь перезапускали и вроде как все было вполне хорошо заходишь в игру охренушки нихрена не работает короче долго мы с этим мучились пока я случайно не обратил внимание что у меня на пуфике лежит геймпад причем он перевернут стиками вниз и соответственно под своим весом этот стик был немножко отклонен соответственно игра думала что я управляю с геймпада и все время немножко поворачивала мне руль вправо в общем-то и смешно и грустно одновременно но ничего поржали и в общем-то погнали в бой освоение трассы выполнено было не с первого раза полностью но все в нем принципе хорошо было да кстати эти практики использовать для того чтобы прикатиться к трассе потому что опять-таки из-за своей болезни после канады у меня не было времени и возможности практиковаться вообще как это я делаю перед каждой гонкой поэтому по сути дела на этих практиках я учил трассу да это примерно так и было я конечно на ней уже когда-то давно катался и это нельзя сравнивать с занвортом и вьетнамом но перед гонками в занворте вьетнаме я кстати проехал больше кругов чем вообще в целом по поле рекару поэтому по сути дела подготовки у нас не было но ничего страшного в общем-то практики для этого то и даны соответственно за первые две практики мы выполнили все тренировочные программы включая квалификационный темп я не знаю как это работает когда мы занимаем первую строчку в протоколе и не можем выполнить квалификационный темп и когда мы его выполняем даже с некоторым опережением результата которые от нас просят и в итоге в протоколе занимаем намного более низкую строчку короче f1 а такая f1 а стратегия на гонку показала что прекрасно у нас расход по шинам прекрасно у нас расход по топливу и это довольно таки оптимистично в итоге мы занимаем восьмую строчку в общем протоколе после первых практик мы занимали вместе с ализи 19 20 по моему третьей практике соответственно не поехал потому что они будут все в ливень и мы выполнили все программы в общем-то смысла от нее никакого не было результаты в общем-то оптимистичны но ребята опять опять по своей тупости я забыл поменять двигатель на новый мы в практиках используем старые двигатели потому что у них уже есть износ и чтобы не изнашивать новые двигатели но в общем-то программы можно выполнять и на старом и второй раз уже за этот сезон я тороплюсь пробиться в квалификацию побыстрее начать и все такое прочее в общем-то забываю про про двигатели забываю про то что его нужно менять соответственно мы поехали квалификацию на старом подумали что проедем этот гран-при на старом двигателе плюс передо мной еще ехал льюис хэмилтон или ботас это был хрен узнает который немножко кормил меня слип стримом соответственно была надежда в первом сегменте проехать нормально быстрый круг но мечтам не суждено было сбыться мы занимали восемнадцатую строчку улучшаться надо было больше чем на 7 десятых по моему по итогам и в общем-то в свои силы я не поверил да и меня убедили было принято решение стартовать с последнего места и заказать себе новый двигатель прям нульцевый потому что нет особой разницы стартовать восемнадцатым или стартовать 22 один хрен прорываться будет тяжело мы заказываем себе новый двигатель и у нас остается еще другой новый двигатель который проехал там одну или максимум 2 гонки соответственно те штраф которые мы планировали получать в спа потому что тот двигатель который мы планировали ставить на эту гонку и еще на следующую и на silverstone он должен был венгрию еще должен был откатать он бы к спа сдох и соответственно мы бы заказывали в спа себе новый двигатель стартовали бы соответственно с последнего места но в общем то мы в этот раз это все сделаем и заодно еще сменим коробку передач раз уж все равно стартуем последний и соответственно переходим мы гонки опять-таки не было у меня практиками на гонять на этой трассе не знаю я не знал точнее на момент гонки где тут можно обгонять где нельзя обгонять чем можно делать что нельзя за что штрафу за что нет ну да ладно в общем-то это небольшая проблема по телевизору эту гонку смотреть я дико не люблю потому что действительно из-за вот этих вот синих полосок на асфальте ну короче это больно это больно для мозгов особенно когда это все в движении когда ты еще сам тут катаешься это не так больно но для мозгов когда ты смотришь эту гонку это очень сильно рябит в глазах но ничего я думаю что мы справимся 53 круга всего дистанции поэтому я думаю у нас все будет нормально нам показывают мерседесик машины безопасности кстати гонка в муджула сегодня вот прошла я сегодня смотрел это вообще был охренетительно просто там правда пискар был красненький но короче советую также положение в личном зачете вальтери боттус лидирует причем довольно таки уверенно с учетом квалификации у него есть хорошие шансы на чемпионство в этом сезоне а что же интересного в квалификации у нас прошло так это фетель на поле боттус 2 и для него это прям охренетительный результат на самом деле леклер 3 ферстаппин 4 5 албан у нас а льюиса хэмилтона здесь нету льюиса штрафы подумали бы вы но нет у льюиса нету никаких штрафов и он 12 льюис просто тупо запорол квалификацию мы же на самой последней позиции после всех штрафов которые перед нами они только у латифи по вам были а у нас 219 позиции штрафа да это примерно так и работает в любом случае прорыв и гонка обещает быть интересной значит будут обгоны по тактике решаем ничего не мудрить софт софт медиум по 14 кругов 2 стента на софте ну и до финиша на медиуме немножко долили топлива и погнали в бой гаснут у нас собственно огни и это был очередной всрат и старт от меня что-то как-то не получается у меня хорошо стартовать хотя когда я тренирую все это дело перед гонками обычно получается не знаю почему отыграть позиции на старте в общем-то у нас вообще ни разу не удалось но кстати что хорошо в этой трассе это широченные зоны безопасности и и в случае если я не успеваю затормозить перед кем-то всегда есть возможность куда-то отрулить соответственно опытным путем было выяснено что обгонять на этой трассе можно в трех местах во первых вот на этой самой прямой которая идет после шикан если ее можно конечно назвать шиканой после зоны дрс правда надо быть вплотную к сопернику и использовать все кнопочки обязательно на первом круге это учить постигла латифи и ализи с ними в общем то мы довольно быстро разобрались также обгонять можно на обеих зонах дрс правда на длиннющий прямой там где вот на карте двоечка нарисованного втором секторе если у вашего соперника впереди тоже есть дрс то в принципе ваши шансы на обгон очень сильно снижаются но и опять таки старт финишная прямая там в принципе та же самая история если у вашего соперника есть крыло то шансов у вас нету но соперники часто ошибаются вот в этой самой шпилечки иногда выход получается намного быстрее и вот например как в данном случае пока еще крыло не открыто мы разбираемся со вторым вильямсом уже на начале второго круга замечательно после третьего круга разумеется дали дрс и теперь с обгонами все стало немножко сложнее также у нас между третьим четвертым кругом на старт финишной прямой сходит ландо норрис и это плюс еще одна позиция мы теперь 18 и кстати стать ситуация про которую я говорил если вдруг что-то там не не успеваешь и тормозиться или что-то творит соперник перед тобой всегда можно отрулить все прекрасно следующим соперником у нас было ромка гражаны и катал у меня довольно долго лишь на шестом круге у меня получилось более-менее как-то его атаковать и как видите это дерьмо внезапно произошло не на старт финишной прямой вообще это единственный обгон в этом месте был хотя попытки были но в общем-то с ромкой я не знаю может я психанул тогда может еще что-то но он дал возможность его пройти и мы собственно его прошли до дживинации мы добрались лишь на восьмом круге и здесь я был вплотную к нему на выходе напрямую drs все кнопки обогащенка ерс все что надо slipstream и мы не можем его обойти двигатель ferrari напрямых падла тащит здесь правда тоже пришлось от него отрулить впереди была группа впереди была группа которая ехала медленно во главе с квятом постепенно все соперники квята проходили и надо было по максимуму обгонять пока пока в общем то есть возможность пока соперники медленные пока квят их сдерживает короче дживинации пройти не удалось на девятом круге я попытался обойти его еще раз соответственно у нас абсолютно та же самая ситуация та же самая прямая опять-таки нажатые кнопки дры с ер с все что надо но тут я уже попытался в наглую залезть внутрь соответственно дживинации меня пустил и обгон был совершен мы поднимаемся еще на одну позицию теперь мы едем шестнадцатыми впереди магнуса десятом круге началась первая волна пит-стопов соответственно почти все кто ехал впереди нас начали потихоньку езжать в бокс и магнус он остался без крыла и соответственно мы такие смогли его пройти до этого у нас катал за собой без каких-то проблем отъезжая от нас в зоне др с но опять таки у него тоже стоит двигатель ferrari и эта игра еще не знает о том что на самом деле двигатель ferrari это полное днище в этом году для простого примера вот вам пожалуйста 14 круг меня догнал фетель который уже побывал в боксах довольно лучшим кругом у меня и обогащеночка была подключена и крыло было открыто он меня сделал просто как стоящего еще до зоны торможения да вот такие вот ferrari в этом сезоне да на 14 круге мы друзья едем в бокс и посмотрите как быстро механики обслуживают мою машину 1 и 9 это охранительный пит-стоп на уровне просто редбула может быть мы действительно одолжили механиков редбула а может быть может быть и нет выезжаем мы из боксов впереди лэнса строла это еще одна отыгранная позиция строл переобулся в медиум и как-то так получилось что вот этот отрезок между его пит-стопом он на единственном круге заезжал а мы на 14 мы проехали быстрее и соответственно обгон произошел не на трассе за счет стратегии пересидели его немного да на пятнадцатом круге в боксах также побывал эстебан окон и выезжает он уже позади нас потому что потому что это undercut да это работает примерно так совершаемую подрезку к этому французу и по сути дела отыгрываем еще одну позицию на трассе впереди нас 2 альфа-таури гасли и квят мы прыгаем на 16 круг и здесь пьер гасли попытался атаковать квята и атака у него получилось вполне успешно квят кстати на медиум поэтому едет заметно сильнее чем гасли заметно медленнее и чем в принципе я потому что мы все на софте мягкие шины знаете ли быстрее тем более что они пока что еще свежие конце 16 круга на старт-финишной прямой я тоже полез атаковать квята тут у него уже двигателя ferrari нет у него такая же honda как и у нас причем по сути не заводская хотя игра наверное не различает заводской двигатели нет любом случае с honda и потягаться оказалось намного проще и мы также проходим квят и устремляемся в погоню за гасли мы уже 12 пьера кстати я смог догнать только после того как он уперся в сайнца соответственно он ошибается немножко на выходе на старт-финишную прямую и соответственно мы сразу же пытаемся его пройти здесь драг заезд просто двух хонд но так как мы оба догоняем сайнца ему приходится за ним оттормаживаться мы же лезем сразу же проходить сайнца и у нас это тоже в принципе получается гасли правда сзади не слазит он тоже проходит сайнца и пытается залезть вовнутрь в следующем же повороте правда да он там с ним с немножко срезал трассу короче он решил нас сайнцем убить это флэшбэк после флэшбэка я решил не идти нарожен с этим психом да он скорее всего еще не отошел от монса тем более что на следующем же круге можно будет попытаться его атаковать в дрессе потому что крыла у него не будет а у нас будет и собственно так оно абсолютно и происходит накатываем на него с бешеной скоростью и аккуратненько проходим его после этой самой длинной прямой тем самым поднимаемся в очковую зону уже десятая позиция впереди у нас райканин эрик ярда атаковать кими возможность появилась лишь на двадцать пятом двадцать шестом кругах он опять-таки ошибается на выходе на старт финишную прямой немножко подскальзывает машинку уносит мы устраиваем дрэк заезд в котором прям видим как ferrari от нас пытается уехать несмотря на то что мы его догоняем потом в какой-то момент у него все равно максималка выше но уже было поздно соответственно обгон прошел мы обменялись позициями уходим на девятое место и впереди у нас дэнчик перед ним никого нету поэтому мы если окажемся в крыле то без проблем должны будем его пройти а происходит это опять-таки на старт-финишной прямой опять же по тому же самому сценарию что и с кими правда проходить его было немножко проще чем машинку с мотором ferrari рено не едет тем более без крыла опять кто-то подскользнулся и опять моего здесь проходим поднимаемся тем самым на восьмую позицию впереди у нас херсио перес а это между прочим седьмое место именно та позиция за которую мы и хотели побороться в этой гонке поэтому погнали его догонять за пересом кстати я гнался довольно таки долго мы перемещаемся уже на 46 круг на двадцать восьмом кстати мы провели свой питстоп и по сути дела просто гнались за пересом двигатель mercedes кстати тоже очень хорош поэтому атаковать переса было очень тяжело вроде как мы оказывались у него в крыле но провести действительно какую-то атаку возможности толком никакой то и не было мы кстати тем временем догнали уже нашего напарничка лизи твою мать чушь ты такой медленный а сзади у нас как видим на карте появляются желтые флаги кими райканин который очень хорошо проводил эту гонку выбывает из сессии что-то у него с машинкой случилось и опять-таки как и в боку он лишается возможности получить хорошие очки в этом сезоне кстати в первый раз он заехал очки именно в муджила и даже со штрафом пять секунд остался в очках и даже по-моему фитиля опередил правда я еще протокол не смотрел только закончил эту гонку смотреть короче кими в любом случае красавчик сорок седьмой круг длинная прямая у нас есть дрессу переса его нету и опять таки попытка атаки никакой попытки то по сути и не было просто показали себя у него в зеркалах как-то пытаемся воздействовать психически на бота да вот видите чем я занимаюсь однако вы же знаете я не сдамся хотя может быть когда-нибудь и сдамся в любом случае следующий же круг у нас очередная попытка догнать пересы и нихрена не получается правда в атаку я не полез и на следующую прямую уже попытался вылезти как можно ближе находясь к пересу и там уже прожав кнопочки и обогащеночку и все что можно было поражать я прохожу переса залетаю на внутреннюю траекторию в повороте кстати там были попытки обгонять еще других разных товарищей но как правило они тебя там не замечают и просто тупо в тебя поворачивают в любом случае позиция под по отношению к пересу отыграна впереди у нас албан который в 20 с хреном секундах от нас короче можно было предположить что это финал но нет на 51 круге у меня какого-то хрена вылетела из башки то что у нас сзади сидит перес причем он довольно таки злой узнав о том что ему дали пинка из этого розового очка на котором он сейчас катается и соответственно он меня в наглую проходит потому что на этот раз дрс уже было у него я чё-то как-то даже забыл что там надо обороняться там обогащенку хотя бы подключить хоть там кирс какого нажать нет на хрен до финиша то тем самым остается два круга и соответственно 52 я очередной раз попытался его так и вас дрессом но здесь у нас них ренашинки не прошло соответственно при выходе на вторую прямую как-то неудачно у меня выход получился у пересом получился намного лучше я даже не стал пробовать его догонять у нас будет еще одна попытка на той прямой под дрессом его пройти и вот он друзья момент истины 53 круг мы боремся за седьмую позицию сержио и накатываем на него с дрессом и тут я промахнулся с торможением по сути дела его задавил паз позицию я на самом деле здесь даже отыграл но на выходе на вторую прямую что-то я запутался в кнопках и не переключил передачу выше и он меня проходит и дальше попыток пройти у нас уже не будет да на третьем секторе я был быстрее всегда догонял соперников кстати именно поэтому на прошлом круге я не попытался скажем так догнать сержио приблизиться к нему как-то на второй прямой потому что на третьем секторе я был стабильнее ближе к соперникам всегда их здесь догонял всегда к ним здесь приближался но короче говоря 53 круга дистанции позади мы заканчиваем гонку на восьмом месте да немножко обидно потому что можно было побороться сержио и по сути дела даже по своей тупости и упустил это самое седьмое место под тупостью я имею ввиду то что я забыл про то что от переса надо обороняться хотя с другой стороны могло показаться что я отдал ему позицию на последнем круге хотя с другой стороны я его там довольно таки нечестно задайвил и поэтому возможно честно было ему отдать позицию тут в общем то на ваш суд мы получаем пилота дня за прорыв двадцать второго на восьмое ну разумеется это хрендительный прорыв а гонку у нас меж тем выигрывает льюис хэмилтон этот психопат с 12 место прорвался на первое феррари гонку в свою всрали хотя могли побороться за дубль здесь без проблем но не фар не получилось не фартануло в итоге леклер на подиуме а феттель стартовавший с пола лишь четвертый было у меня небольшое расстройство конечно из-за переса можно было заехать на седьмое место но друзья не надо было расстраиваться потому что случилось херня из-за которой действительно можно было расстроиться тот момент когда мы рассматривали финальные результаты смотрели стратегии других гонщиков да кстати наша стратегия была самой быстрой кто поехал софт медиум медиум или же три софта медиум если такие были я не помню в любом случае они все оказались позади нас а те кто были на софт медиум на нашей стратегии те соответственно отыгрывали позиции короче не суть важно у нас вылетела игра и соответственно все то что мы сегодня проехали вот эти вот 53 круга они нахрен не сохранились соответственно когда мы запускали карьеру то мы попадали на начало этой самой гонки соответственно эту гонку мы проехали уже тоже на следующий же день и шла на практически по тому же самому сценарию до были небольшие отклонения скажем от так от того что было сегодня там вначале у меня получилось какой-то веке стартануть хорошо правда пришлось вы же выехать за пределы трассы игра сказала мне вернуть все позиции отыграны а это было порядка семи плюс устроили там небольшую заварушку и ромка граждан с расселом уехали в бокс и сразу же после первого круга менять свои крылышки на четвертом круге точно также сошел норрис на сорок седьмом круге точно также сошел кими единственное что так как у нас уже был в кат в эту трассу у меня было немножко больше уверенности плюс некоторая такая спортивная злость была короче мы на тридцать четвертом круге уже достали пересы спокойно его обошли и уехали от него вперед плюс еще и хороший быстрый круг поставили под конец дистанции который лучшим кругом конечно не стал но в целом он был действительно хорошим я ребят уж извините но обзор второй гонки делать не буду потому что там практически тоже самое такие же обгоны так что сорян но вы можете посмотреть она была такая на расслабоне душевненькая вот итоговую таблицу я разумеется тоже сейчас показывать не буду потому что она немножко изменяется мы заняли седьмую строчку плюс немножко группа б там чуть-чуть самую малость перемешалась кто-то кого-то успел пройти где-то кто-то кого-то не успел пройти в общем то как то так итоговую таблицу я вам покажу уже перед гран-при австрии который у нас будет в следующий раз поэтому друзья приходите на квалификацию товарищи спонсоры так как вы этот обзор смотрите раньше остальных квалификации у нас будет завтра остальные же товарищи для вас завтра будет гонка квалификация прошла в понедельник скорее всего именно будет тогда австрия замечательная трасса который очень люблю короткая red bull ring мать его я на ней вроде как не так плохо выступаю по крайней мере мне так кажется плюс возможно будут какие-то тренировочки у меня перед этим всем делом любом случае приходите будет весело будем опять-таки бороться за хорошие очки и в планах у меня тут а бы не сглазить зарубиться с редбулами ну или хотя бы с албаном то есть заехать выше 7 место нам пора уже кстати да пора тот подиум в канаде не считается хотя хрен его знает какая еще погода будет в австрии я пока что об этом не знаю а вы уже наверное знаете любом случае приходите на стримы там всегда интересно потненько и да всем огромнейшее спасибо за просмотр не забывайте про лайкусики если вы не подписаны подписывайтесь с вами был никита делой всем всего доброго пока пока а